Все. Толя, поделись эмоциями от этой невероятной концовки, от этой невероятной игры. Да, эмоции положительные. Сейчас надо это все переварить, забыть. Завтра новый день. Идем дальше. Улетаем в магнитку, готовимся 2-2. Все стандарты. Как эти эмоции погасить в себе? Как это все переварить? Чтобы не рефлексировать по поводу такого матча? Мы профессионалы, это спорт. И уже приноровились, научились. Не первый год в хоккее, так скажем. Знаем, что делать. Спокойно. Аккумулируем эмоции. Какой камбэк? Как позволили сделать счет 0-3? Не знаю, как позволили, но честно скажу, что даже при 0-3 на скамейте чувствовалось, что мы вытащим эту игру. Я не знаю, прям была уверенность и в ближнем, и в себе. И это чувствовалось и в раздевалке, и на скамейте. Поэтому даже не удивлен, что сделали камбэк. При 3-3, наверное, такой действительно кубковый хоккей был. А поначалу казалось, что блокность как-то мало, какие-то ошибки довольно-таки простые. Ну, всякое бывает. Это хоккей, я надо разбирать. Я, честно, даже не видел. У нас почему-то повторов на скамейте нету сейчас. И стараюсь забыть и идти дальше, подборгить пацанов, кто ошибся. У меня пару вопросов, но я один на один задам. По трусы, по трусы. По трусы обязательно. Вот, по голову, смотри. Ну, в принципе, с такой позиции, я не знаю, ты на отмышь бросал просто. И ты не видел, как она залетела в раму. Шайба спрыгала, и как бы надо было попасть. Я на самом деле, да, не видел. И потом такое опустошение, и все, и там загружилась голова на 2 секунды. На третий период с какими мыслями выходили? Потому что, ну, перед вторым было очевидно, что надо сравнивать. Нужно играть агрессивно. Да, этот прессинг, эта скорость. Третий период, тут цена ошибки слишком велика. Так, ну, и также в том матче на овертайме цена ошибки. Тут, конечно, не хотелось овертайма. И я просто не знаю, когда Мэй сбежал для меня, вообще, столько мыслей было в голове. Не знал, там, что ему советовать про себя. И просто уже молился, сидел. Блин, отлично получилось. Степки здорово забил. Так что, очень рада, что без овертайма сейчас бы все еще играли. Неохота. Сегодня Хрипанова забросил на решающую шайбу. Были слухи разговора, что у него там серьезная довольно травма. А как герой? Да, конечно, герой. Но у нас, на самом деле, 25 героев. Не буду раскрывать там карты у кого что у нас. Я думаю, что ни у одной команды, кто сейчас играет, нету там всех здоровых на 100%. Поэтому это все есть, да, но об этом не думаешь, когда выходишь на лед. Кто-то уже локально колет, кто-то еще что-то. Ну, я имею в виду обезболивающие. Ну, вот так. Кудышов там сказал, да, мертвые только не играют. Ну, я соглашусь. Тянет Вярославль? Тянет, но сейчас в магнитку тянет, как бы, завтра вылетать. Так что, конечно, хочется, но об этом не думаешь. Потому что тут еще не закончено. Когда забиваешь в такой атмосфере, в таком матче, при таких трибунах, что чувствуешь? Ну, я вообще первый раз забиваю на Уральце. Приятно, но 0-3 нельзя так начинать. Надо лучше, чтобы это был первый гол. Чтобы мы ввели 1-0, а они 3-1, 3-2 проигрывали. Твое мнение, почему-то как такое начало получилось в нашем исполнении, неудачное? Да они просто забили 3 быстрого гола, ничего страшного. Мы пошли в игру, переработали и выиграли. Что на скамейке говорили в этот момент? Да все спокойны, все уверены друг в друге, в партнере, в своем ближнем. Поэтому ничего страшного. По концовке игры, какие эмоции там были? Ну, все, естественно, порадовались, все в шоке. Ну, как бы в шоке в хорошем плане. Еще много работы предстоит. Дальше. А цени важность своей шайбы, потому что, согласись, если бы закончили период 3-1, ну, далеко не факт, что получилось бы так, как получилось. Ну, это хоккей, они забили 3, как бы, почему мы не можем забить 4 потом? Поэтому моя шайба – это сечение обстоятельств и благотворной работы всей пятерки. Каких обстоятельств? Хорошего давления и прессинга. Ну, а что же от игрока нет? Ну, они третью забили так же, как от игрока, а я вторую так вот. Все, фортуна вернула? Ну, да. Согласись, так веселее же получилось, что в 3-3 залезли, потом 5-3 выиграли. Ну, я думаю, там на скамейке седые уже все стояли. Стефан. Можешь сказать, что вначале вы давали себе подарки, а в конце вам сделали ответ? Нет, я думаю, это не было подарок. Мы просто не готовы для игры, я думаю. Мы сделали много ошибок, мы не имели достаточно интенсивности. Они пришли очень тяжело, они получили несколько хороших сборок, и они получили 3. Я не думаю, что это были подарки, просто мы вышли не готовыми к игре, а ребята с нашими соперниками вышли заряженными, и в паре моментов повезло, пара хороших отскоков, они забили 3, но самое важное, что мы продемонстрировали характер и забрали эту игру, это была очень важная игра, важная победа для нас. Весь плей-офф от автомобилиста видит уверенностью, но в основном, в плане того, как вы удерживаете счет, да, и играете по счету, а сегодняшний камбэк, он от этого же идет, тоже от уверенности внутренней? Я не понимаю, что это было. Это выглядит, как все игроки, мы верим в себя, и как мы играем, когда мы играем, это хороший счет, но сегодня наш камбэк, это идет от верим в себя? Нет, это просто показывает нашу характер, опять же, опять же, у нас есть очень хорошая команда. Мы начинали работать, мы начинали играть, мы начинали ш sкейтинг, и это происходит. Мы получили много chances, и мы просто продолжили, 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 продолжили. Это, что результат, в этом есть, мы 음식ly а members僵 geivo-га, то это эффект. Нет, это еще раз скажу, что демонстрация характера мы показали, что у нас это характер, мы продолжали бороться. Нагнетали, 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 играли свою игру, били соперника и смогли перевернуть ход матч. И нам за это воздалось. Я не допустил ошибку и сказав, что мы были не готовы, просто мы пропустили три гола за достаточно короткий промежуток времени, пара неудачных потерь, шайбы, пара неудачных смен не позволили сопернику оторваться в счете, поэтому так игра для нас началась, но как мы поверили этот матч? Ну, я думаю, что это было очень важно. Первый гол был очень важен. Я восхищал целый ринг и я восхищал целый команду. Потом мы получили второй в первом периоде, что было очень важным. Смена вратаря и первый гол они разбудили и всю команду, и всю арену. Мы проснулись и, конечно, очень важно, что мы смогли забить второй гол уже в первом периоде. Это был очень важный фактор для нас. Счет серии 2-2, но можешь сказать, что по психологии «Автомблиз» сейчас ведет шпу в магнитке? Ты не можешь сказать ничего, что это хоккей. Следующий гейм будет разный, или же Пуно. Это спортсмен, ты не можешь предполагать ничего. Мы должны работать за это. В каждом гейме, каждый шифт, и мы увидим, что случится. Это хоккей. Все может произойти. Мы не можем сказать, как будет развиваться следующая встреча. Может быть, она будет совершенно другой, а может быть, будет точно такой же. Это хоккей. Здесь возможно все. Просто можно играть каждую игру, каждую смену по полной и отдаваться полностью этой игре. Повышает ли для вас возможная встреча с вашим бывшим клубом в финале Кубка? Это высокая мотивация для вас, чтобы встретиться в вашем клубе, где вы играли в финале Кубка? Честно говоря, это не важно. Я играю здесь, я играю для этого команда. И я 100% на этом команде. Это все, что важно сейчас. Я надеюсь, что вся эта городка с нами, все фанаты с нами. Я надеюсь, что мы будем дать это им. Нет, я не могу так сказать. Я играю сейчас в «Автомобилист». Я на 100% с «Автомобилистом». И прекрасно чувствовать поддержку, что каждый раз трибуны полностью за нас, весь город за нас. И мы чувствуем эту поддержку и отдаемся на 100%. После матча номер 4 между «Автомобилистом» и «Металлоргом» с нами нападающий магнитогорской команды Данила Юров. Данила, но все-таки первый вопрос. 3-0 вели и в итоге проиграли. Что сейчас на душе? Ну, разочарование. Так, конечно, отпускать такую игру не имели права, но забыли. И через день новая игра. Надо дома выигрывать. И сейчас восстановление. Летим домой. Готовимся дальше. Игорь Никитин в прошлом сезоне, когда проиграл седьмой матч ЦСКА, сказал, что через это надо пройти такие матчи. Вот вы все-таки еще относительно молодой игрок. Какая-то вот такая рефлексия у вас, что думаете? Ну, иногда такое тоже случается в хоккее, да? Да, согласен. Надо пройти через это. Хороший урок для нас, чтобы в будущем такого не допускать. И будем знать, как действовать против Екатеринбурга уже в следующей игре, если будем вести с таким счетом. Но все-таки что стало таким ключевым фактором в этом поражении? Ведь действительно комфортное преимущество получили. Что пошло потом не так? Может быть, вот эти стычки, которые, казалось бы, слишком много эмоций у вас забрали? Да, соглашусь. Стычки... Не надо было, наверное, влезать в них. Все-таки они немного надломили концовку первого периода. И, в принципе, там не допусти этих стычек. Я думаю, что у них бы не было этих эмоций, чтобы отыграться. Так получается, что в этом плей-оффе все время проигрываете четвертый матч серии. Есть ли какая-то в этом закономерность? Да нет, это, наверное, просто случайность. Зато выиграем всегда пятый. Тут как в меме совпадение. Не думаю. Да. Что касается того, как правильно выходить на пятый и шестые матчи. Вы в обеих сериях, несмотря на то, что проигрывали четвертую, на самые решающие игры в итоге выходили, побеждали. Вот что это характер? Андрей Разин как-то сказал в Москве, что это тренерская работа. Действительно как-то по-особенному на такой стадии серии идет работа? Ну, все понимают, что пятая игра это тоже ключевой фактор. Тем более мы играем дома и у нас преимущество своего поля. Болельщики будут начать вперед и тренерский штаб нас подготовит. Разберем ошибки и выйдем с холодной головой и горячим сердцем. Ну и последний вопрос, как атмосфера сейчас раздевалки после такого игры? Ну, поначалу, конечно, тишина была. Потом зашел Андрей Владимирович и сказал, что бывает, да. Не надо пальцем ни у кого показывать. Забыли, готовимся дальше и едем домой. Спасибо, Данил. Удачи дальше. Спасибо.